Здравствуйте! Я Александр Либов, генеральный директор агентства недвижимости Белые Ветры. Сегодняшняя наша тема, как быстро продать загородный дом. Специфика загородного дома в том, что это гораздо более сложный товар, чем городская квартира. Ведь кроме строения, которое само по себе большего размера и сложнее, чем квартира, есть еще земельный участок и собственные коммуникации. Типовых домов, в зависимости от типажа, конечно, почти не бывает или их мало. Спрос на загородные дома также не столь широк, как на квартиры. И поэтому даже установление цены ниже рыночной не позволяет гарантированно рассчитывать на быструю продажу дома. Если же говорить о продаже по рыночной цене, то срок экспозиции загородного дома в среднем составляет от 4 до 36 месяцев, в зависимости от уровня и особенностей дома. Напомню, что сроком экспозиции называется срок, который может максимально понадобиться для нахождения покупателя. Срок не быстрый. Можно ли и как его ускорить? Отвечу. Проблема продажи не любого, но подавляющего количества загородных домов почти всегда лечится ценой. Вопрос в том, какой дисконт для этого понадобится и сколько времени это займет. При непрофессиональном подходе, в том числе самостоятельном поиске покупателя не специалистом, практические сроки продажи могут затягиваться в разы, а цена продажи часто на 10-15 процентов оказывается ниже реальной достижимой, что много. Для достижения же наилучшего соотношения сроков и цены продажи, я рекомендую обратиться к профессиональному агентству, причем специализирующимся именно на продаже загородной недвижимости и именно на этой территории. Во-первых, у таких риелторов, как правило, есть клиенты, которые вот сейчас ищут дом и которым данный дом может быть интересен. И чем сильнее агентство, тем больше шансов сразу же найти и быстро найти покупателя. Правда, продажу сразу и быстро чаще не получается, чем получается. Причина этого почти всегда первоначально завышенная собственником цена предложения. Если собственник обладает некоторым запасом времени, то ничего страшного. Правильная организация поиска покупателя позволит реализовать задуманные в реальные достижимые сроки. Итак, вы обращаетесь к профессиональному риелтору, специализирующимся на продаже загородной недвижимости на этой территории и просите его серьезно отнестись к продаже вашего дома в требуемые сроки. Первое, что должен сделать риелтор, это правильно оценить дом. Как бы быстро собственник не хотел продать дом, очень важной для него является цена продажи. Исходя из рыночной оценки, важно спланировать оптимальную ценовую политику, чтобы дом ушел достаточно быстро, но при этом по максимальной цене. Далее должны быть задействованы профессиональные компетенции агентства недвижимости. Дом надо качественно и эффективно описать и презентовать, чтобы на сайте агентства и в остальной рекламе он оказался не хуже, а даже немного лучше, чем он есть в действительности и тем самым привлекал потенциальных покупателей. Нужен серьезный маркетинговый план, то есть план где и как рекламировать дом. Есть разнообразные рекламные источники и объявления в них разных категорий. Обычные, продвинутые, премиальные. Все специалисты агентства должны хорошо знать дом, чтобы предложить его покупателю, обратившимся по другому дому или с общим запросом, по которому этот дом может оказаться интересным. Так, в нашем агентстве недвижимости белые ветры, таким образом, продается около половины домов. Нужно проанализировать правоостанавливающие документы и технические документы на дом, на участок, на коммуникации и привести, если надо, их в порядок, чтобы быть готовыми к сделке. Вы можете выбрать одну из стратегий, обратиться сразу в несколько агентств недвижимости или выбрать одно самое, на ваш взгляд, профессиональное. Первый путь представляется, на первый взгляд, оптимальным. Вы расширяете круг потенциальных покупателей. Однако, будьте готовы, что в этом случае каждый из агентств предложит свой дом своим покупателям, выставив его в рекламу, но никто из них не будет проводить серьезные работы и нести ответственность перед вами. Во многих случаях это негативно влияет на результат продажи. Если вы пожелаете получить качественную и полноценную услугу, претендуете на то, что вашему дому будет уделено достаточное количество времени и других ресурсов, то выберите одно агентство и предоставьте ему эксклюзивное право на поиск покупателя. Убедитесь, что вы выбрали сильное агентство, заинтересованные в вас как клиенте и способны выполнить поставленную задачу, иначе не идите вообще по этому пути. Предложите достойное агентское вознаграждение, но потребуйте от агентства сотрудничества с другими риелторами на условиях разделения агентского вознаграждения. При таком подходе вы можете требовать и ожидать не на словах, а на деле индивидуального и ответственного подхода продажи вашей недвижимости. Сегодня мы обсудили тему, как быстро продать загородный дом. В следующих передачах смотрите другие темы, связанные с вопросами покупки и продажи загородной недвижимости. Субтитры создавал DimaTorzok